Сотруднику милиции, сломавшему руку женщине, вынесен приговор. Три года условно и лишение права работать в правоохранительных органах. Печорский прокурор с таким решением суда не согласен. Блюстителю Печорского порядка было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, причем с применением физической силы, что привело к тяжким последствиям для потерпевшей. По данному уголовному делу было установлено, что потерпевшая девушка доставлена сотрудниками ОВД в спецприемник-распределитель. Далее, после неоднократных требований Турлыгина выполнить его команды, представиться, сдать личные вещи. Потерпевшая, как показалось подсудимому Турлыгину, стала вести себя неадекватно, не предоставила паспорт и уже в этот момент возникли некие основания для совершения преступления Турлыгина. По словам Алексея Ишина, далее поведение дамы стало еще более неадекватным. Кинула в сотрудника милиции свою сумку, высказала все, что думает о блюстителях порядка, а после помещения в камеру начала бросать в глазок видеонаблюдение все, что попало под руку. После этого Турлыгин вбежал в камеру и без предупреждения о применении потерпевшей физической силы, применял к нему физическую силу, в результате чего была сломана плечевая кость у потерпевшей, и данное повреждение повлекло тяжкий вред здоровью. После этого потерпевшая длительный период времени проходила лечение в Печорской ЦРБ, в настоящий момент она также проходит лечение, находится на больничном. На протяжении всего предварительного следствия сотрудник милиции, сломавший девушку руку, не соглашался с предъявленным ему обвинением. В суде свою вину признал частично. Приговор условно ему дали испытательный срок, учли все его положительные характеристики по службе. Трудности при расследовании данного уголовного дела и рассмотрении в суде были связаны с тем, что по делу были проведены три служебные проверки сотрудниками МВД, как начиная с ОВД Печоры, так и Министерства внутренних дел. И по результатам этих служебных проверок действия Туругина признавались правомерными. То есть сотрудники милиции непонятно чем руководствовались, признавая действия Туругина законами обоснованными, указывали, что так и нужно было ему поступить, но суд, опять же, я повторюсь, данные выводы о правомерности применения насилия по отношению к чмутовой отверх и признал, что действовал неправомерно. Прокуратура назвала приговор слишком мягким. Обвиняемый тоже опротестовал его, надеясь на оправдание, чья возьмет. Последнюю точку в этом деле поставит Верховный суд Республики Коми.